Девочка-пай Здравствуйте! Сейчас мы напишем симпатичный балкончик усаженный цветами растениями каким-то может быть глицинией Мы опять делаем такой поступок То есть, что мы делаем? Мы преодолеваем сухость холста чтобы удобно набирать краску Перед нами стена на которой торчит балкон из которой торчит балкон в которой есть цвета Стена у нас плоская И мы ее должны обозначить Она освещена солнцем Мы ее должны просто чуть-чуть обозначить Старенький гром Поскольку она освещена солнцем Она рыжит Ну и плюс камни старенькие тоже немножко рыжат Лишнюю влагу и лишнюю краску немножко уберем Возьмем мастихин Замешаем Некий светлый светлый светечек И начнем вот такими кирпичиками придавливая к холсту их укладывать каменную кладку Как только мы распробовали эту возможность укладывать можно набрать темп То есть мастихин касается холста чуть-чуть под уклоном то есть немножко на конек и придавливает мазочечек И вот такими придавленными мазочечками наполнить стену Где-то холодные где-то чуть теплее То есть где-то здесь у нас живет этот окон Пока краска живая Здесь можно довольно активно производить набор Пока влага еще есть можно очень активно производить набор краски на кол От самого балкона который будет где-то здесь падает тень Эту тень мы немного должны обозначить Само окно Балконный проем тоже можно обозначить Почему он синий? Потому что стекла двери отражают небо по такой траектории и нам видна синисть Но поскольку место темное поскольку это проем оно этот синий темный У него есть толщина у этого проема которую мы чуть-чуть тоже обозначим Если эта плоскость в тени то за ней уже светло Соответственно и здесь это тоже светло то есть солнце падает вот на эту поверхность И все теми же кирпичиками укладываем фен Чтобы показать солнечность здесь накидаем желтоты Все что попало на свет Все что сильно попало на свет будет наполнено желто Все мазочки смотрят немножко по такой траектории по косой вниз поскольку есть уход стены в ту сторону То есть мы смотрим с этого ракурса на балкон Старенькая стена очень удобно укладывается мастихина Вы видите что случайные нечаянные мазочки уже демонстрируют старость стены Какой-то намек на вкладку камней можно чуть-чуть показать Чуть-чуть показать То есть несмотря на то что достаточно пустой кусок намеки на кладку есть на старинность какие-то вот даже нечаянные остатки показывают то что надо показывать мастихин мастихин удобно кладет кирпичики то есть здесь на переднем плане этот план ближе и как начинают звучать множество кирпичей из которых уложим дом само основание балкона это геометрическая форма можно уложить ее в данном случае вы видите более холодные мазочки потому что балкон сам уже чуть-чуть в тени он уже будет чуть-чуть прикрыт прикрыт зеленью вот этой зеленью которая насажена насажена этим хозяином то есть можно тянуть немножко зелени вот таким хаотичным прикосновением комковатым прикосновением зеленый будем добывать из голубого и желтого в тенистых местах в пользу голубого на свету в пользу желтого в тенистях в тенистях Какую-то разноцветницу в углу запустил, но не очень активно, чтобы угол не вытягивался. Более нарядной зелень кинем на светлые места, то есть те, которые освещены солнцем. Характер укладки вот такой зелени я делаю как бы чирк прикосновения, чиркаю по холсту плашмя мастихином. Совершенно плашмя, то есть ни под углом, ни под этим. Совершенно плашмя, можно сначала сделать это движение в воздухе, а потом деликатно коснуться холста и ощупать этот способ укладки. То есть плашмя, вы видите комковатость, некоторый рваный мазок, который вполне говорит о множестве листьев, множестве, множестве. Висящий характер листвы. То есть здесь с балкона она свисает, не спадает. И вы видите траекторию движений мастихина. То есть мастихин просто оставляет след, рваный след на холсте. Который вполне похож. И, кстати, укладывается достаточно естественно. То есть математически такие вещи трудно сделать, а некоторый элемент случайности позволителем и даже убедителем. поскольку это та же природа камня у балкона, то сделаем где-то высветление. Играет музыка. На балкончике стоят какие-то горшки. Горшки, в которых растут эти цветы. Где-то с левого угла они чуть-чуть могут быть освещены. И вы видите траекторию укладки по окружности. По окружности горшка. Небо отсвечивает в стеклах. Покажем это. Разноцветицей, разнотональностью. Вы видите, сбрил лишнее. Лепестки глицинии, кто с ней знаком. Имеют такой, как у акации. Немножко стреловидный характер. Сами листья. Вот этот стреловидный характер. Попытаемся уложить. Характер укладки уже несколько другой, чем здесь. То есть мы нарочито вот эти стрелы набрасываем. А сами цветки, вы помните, белые, розоватые бывают, сиреневатые. Уложим макательным прикосновением. Рваным макательным прикосновением с некоторой сбитостью в сторону этого прикосновения. То есть кладем плашмя. То есть по идее мы можем оставить некоторый чвяк. Но этого недостаточно. Мы немножко этот чвяк продираем в бок. У этих беловатых, сиреневатых цветков тоже есть теневые места. Которые чуть темнее. То есть мы сначала положили среднюю тональность. Теперь немножко добавили теневых. И немножко световых. То есть более световых. Желательно обозначить, допустим, тень, упавшую от этих растений. Которая более мутна. Поскольку она всего лишь тень. И имеет косой характер. Поскольку источник света явно идет отсюда сюда. Некоторый намек на эти тени обозначим. У вас вот этот номер не так легко происходит, как хочется. Я вам скажу так, что на третье занятие практически все ученики, которые приходят, с такими вещами справляются. То есть это не самая сложная задача. Но она очень благодарна. И я рекомендую научиться делать подобные мазки. Именно вот этим инструментом. Мало того, этот инструмент дает возможность сократить разницу между исполнением работы у профессионального художника и у вас, начинающих. В отличие от кисти, где разница в классе будет весьма существенная. Поэтому рекомендую вот этот мазок рваный освоить. Тем более, что он позволяет работать быстро. Видите, в разных направлениях немножечко укладываем. И у нас, как миленькие, появляются растения. Если же у вас не получается, сбрили краску. Используйте кусок этот, для того, чтобы еще раз попробовать. А может быть и еще раз, и еще раз. И все-таки освоить этот простой, нехитрый и очень продуктивный ход. В нашей картине есть еще один прием. Мы мастихином. То есть, по идее, это надо было бы сначала нарисовать карандашом, потом тщательно раскрашивать. Нет, вы видите, мы пошли другим путем. Мы сначала, вообще в живописи маслом, хорошо бы сначала набрать задник. Задник, в данном случае стена. Потом идти то, что ближе делать. То, что ближе, это сначала балкон, а потом и зелень его покрывать. Поэтому рисунок, который бы мы нанесли изначально, мог бы нам даже помешать. Мало того, мы бы не очень видели его в пространстве. Так, набросав стену, мы уже видим некое рабочее пятно, рабочее пространство, в которое мы вонзили балкон и вонзили проем. Обязательно, конечно, учитываем перспективы. Уход линий в одну точку, где-то там, в перспективе. То есть, это вот те вещи, которые здесь очень важны. Еще одна вещь, очень забавная, это вот рисунок, который можно было бы нанести тоненькой кисточкой, деликатненько. Но прежде, чем мы ее нанесем, мы возьмем мастихин вот так, поджав пальцы под весь мастихин. Взяв рабочую часть вот так, под самое острие. И вот этим острием вы слышите даже характерный звук. Сделаем основную геометрию. Наметим эту основную геометрию, прежде чем мы зайдем туда с кистью. Почему именно так? Потому что, если у нас линия не произошла, не получилась, мы тут же от нее избавились. Тут же от нее избавились, если она нас не устроила. То есть, мы можем спокойно набрать рисунок, прежде чем мы кистью вынесем туда краску. То есть, это мы можем стереть, тут же стереть и не оставить камня на камне. А краску, если бы мы положили, пришлось бы бороться уже с ней, вытирая, если бы не попали. Поэтому, вот, очень веселый способ нанести рисунок, прежде чем его разработать. Так же и в других картинах. Вы всегда можете рисунок набирать. Скажем, если бы здесь была бы человеческая фигурка в рост, вы бы набрали в фоновом пятне ее очертания, а потом бы стали наполнять содержание. Глубокие места под балконом обозначены. Немножко синий используем, немножко коричневый. Поскольку день солнечный на нашей картине, то тень синит. Так обычно происходит солнечный день. Почему тени синие? Потому что голубое небо дает, или синее небо дает синие отблески в теневые части. А солнце оранжевым светом, золотоватым, оранжевым, выбеливает освещенные. Ну, вот такие архитектурные мотивы вы не раз встречали. Очень красиво, когда в картине есть жест поступок. Здесь как раз повод совершить поступок. То есть можно это все было бы нарисовать деликатной кисточкой, но лучше это сделать поступком. Показать себя. С одной стороны показать себя, а с другой стороны это просто красиво. Те же каменюки мерцают в этой темноте. Музыка С этим ходом мы уже знакомы, поэтому доупакуем картину каменной кладкой. Музыка 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 Где-то на стене штукатурка лучше сохранилась и камни мало видны, а где-то совсем осыпалась, камни больше видны, что мы и пытаемся показать. Музыка 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 Еще, конечно, я хочу показать другой способ работы с листьями. Это вот такой мазочечек. Мелкий мазочечек заритмован в этом направлении. Вот такой мазочек. Раздаем его стайкой. Чуть-чуть протягиваем, не просто макаем, а чуть-чуть протягиваем его. Протягиваем, создаем ритм из этих движений. Можно чередовать и одно прикосновение, и другое. Обязательно стайками, вы видите, я не делаю равномерных прикосновений, заполняя вот так, как решеток. Я делаю стайку, где они толкаются друг с другом, где-то собираются в кучки, где-то между ними пространство. То есть, это культурная вкладочка. Ни в коем случае не делать кругляшком набор прикосновений. Зигзаг, посмотрите. Зигзагом движется кисть, укладывая эти мазочки. Вот основные элементы, необходимые для укладки зелени. Зигзаг, стайка и ритм. Ритм, мазочка. То есть, некий, такая этажность мазочков. Чуть-чуть можно и сюда накидать. То есть, это как бы некоторая прорисованность в картине может появиться у таких мазочечков. Что, конечно, делает ее полюбленной. КОНЕЦ Разными по тональности можно укладывать. Чуть более темными, чуть более светлыми, чуть более желтыми. И все это две краски. Синяя и желтая. Можно немножечко бирюзовую задействовать. Старайтесь не брать чистый зеленый. Старайтесь научиться работать смешивая. Во-первых, это будет более гармонично смотреться на картине. Когда один и тот же синий будет участвовать во всех замесах. Один и тот же желтый будет участвовать во всех замесах. Если вы купите и будете использовать зеленую, то она будет иная. Отличаться будет от общего замеса. И ее в крайнем случае можно поджигать где-то в цвете, что-то выявляя нарочито. Но вообще набрать лучше одним цветом. Одними красками. То есть синие, желтые. Сейчас нам если покажут палитру, я покажу сколько примерно краски и насколько вязкая она должна быть, чтобы укладывать, например, розочки. Буквально в густотой краски, кляксами этой густой краски, начинаем накладывать цветки. То есть буквально инкрустировать краской. Вы видите, каша краски на кисти. И вот этой кашей идет укладка. Вы опять видите эффект стайки, зигзага. Зигзаг стайки. Очень важно заставить себя. Вот это та задача, которую некоторое время ученики не могут смириться с непорядком расставленности цветов. Нет там порядка. Есть стихия. И эту стихию, конечно, надо показать. Вы видите, цветки то более темные, то более светлые. Для разнообразия вполне можно и так. И в рамках одного, вот если нам покажут крупный план, даже в рамках каждого цветка густота краски, где-то недомешанная густота дает ощущение вращения лепестков в центре. Можно их потом даже вот такими уточнениями еще поснабжать густотой. Прямо с кончика кисти сдавать красочку, укладывая, уточняя, усложняя мазок. Опять же, если не дополучается, сбрили краску с холста и еще раз приступили к этой задаче. чтобы распробовать вполне. Именно густота краски в живописи масла неплохо рисует и этим надо пользоваться. Когда эффект подробностей сделан просто густой краской ее наклестами. в центре, например, немножко другой оттенок цветов. немножко другой оттенок роз. Та же густая краска. Та же густая краска. Помогает нам без труда слепить. А здесь в горшках еще какой-то вариант цветов. я думаю, что садоводы сами придумают, что это за цветы. красиво по пятну. Главное, что это красиво по пятну. Красный сделал акцент на центр, что нас тоже интересует. красный акцент. Вы видите характер укладки. Клювиком пальцев я взял краски немного. То есть вытер, взял меру. вставил ее в холст и жестом руки потянул. Жестом руки потянул. Вставил. Кисточка висит свободно. Вставил. и тянул линию вниз. Вставил. Тянул вниз. Жестом руки легче нарисовать ровную линию, чем сделать это кистью руки. Во всяком случае по сырой краске легче сделать так. Небольшой намек на освещенность. Дверь приоткрыта. Туда. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сделаем вид, что на балкон вышла девушка. вот намек на ее платье. Вот намек на ее головочку. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Этот элемент, конечно, не обязателен в картине, но если у вас получится вот так же легко разобраться с этим пятном, исходите немножко из удачи. Если удачно сложилось, воспользуйтесь этой удачкой. Если не складывается, сбрейте мастихином и забудьте. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот я вроде бы нечаянно вышел на искомые. Степень прописанности ее может быть невысокая. Ну или по вкусу. Теперь мы ее чуть-чуть прикроем растительностью. И установим перекладинки. Перекладинки, на которые она обирается. Субтитры создавал DimaTorzok Перекладинки старенькие, поэтому в меру кривенькие. Мерцают сквозь зелень. Мерцают сквозь зелень. Перекладинки. 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 и не нужна для того, чтобы воздушности придать. Поэтому мерцательный характер вполне достаточно. Достаточно густой красочкой. Уточняем. Тени, а теперь и сами стволы и свет на них. Где-то он желтит. Где-то коричневый бит. Где-то перебит. Где-то все те же фиолетовые, беловатые фиолетовые цветочки. Вы видите сколько способов прикосновения к холсту сейчас было. Часть из них вы уже могли опробовать. Часть опробуйте теперь. Так, попробуем все это увидеть теперь в рамочке. Вот так. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok